Всем привет! С вами Привет! Сегодня рассмотрим интересную вещицу, которая скорее всего затронет нас во времена припатча нового дополнения Battle for Azeroth, битвы за Азерот, а именно кастомизация наших мифических плюс ключей, что предлагают нам разработчики в недавнем ПТР патче, ПТР билде. Итак, разработчики прекрасно знают о том, что на живых серверах все позиционируется на системе РНГ, то, что модификаторы каждую неделю меняются по определенному календарику. На сайте mythicpl.us можно все это спокойно глянуть, если у вас есть на то желание и интерес. ПТР прекрасно знают, что при повышении ключа при его прохождении как на время, так и не на время происходит смещение ключа в другой. То есть, допустим, вы проходили 15 каземанты, прошли не на время, и вам дается 14 чаще или 14 триумвират. Вы идете в этот инст, аппаете его на два, и вам уже дают 16 логово Нилториона, к примеру, и вы гоняете так туда-сюда, туда-сюда. И якобы, как я понял, Близзардам это не нравится. Поэтому они предлагают нам интересные вещицы, а именно установка ключа в определенный его уровень. Суть в том, что чем выше ключик, тем больше добычи мы получаем при прохождении подземелья. Если на время, то плюс одна шмоточка, если не на время, то стандартное количество, к примеру, с 15 ключа на время падают три шмоточки, а не на время уже две шмоточки. Также предлагают нам выбрать инст. Что самое интересное, предлагают выбрать инст, это будут робо, нижний каражан, да хоть что абсолютно, что только вашей душе угодно. Ну и также они предлагают выбирать модификаторы. Это уже весьма интересно. Было предположение о том, что это сделают для тестов такого события, как Mythic Dungeon Invention, которое уже началось и идет. Событие MDI, в котором нужно проходить высокие ключи одной группой, потом вы пройдете следующие этапы, и так все выше и выше, и с призовым фондом в виде. 100 миллионов тысяч американских, европейских долларов, евро США. Но возможно это реализуют на каких-то подготовительных серверах и прочих моментах. Посмотрим на самом деле, живет ли эта система, которую нам преподнесли в PTR патче, до хотя бы при патче Battle of Azeroth. Посмотрим, как она себя покажет. Если же эту систему выбора ключей, выбора уровней ключей и выбора модификаторов ключей сделают основой в дополнении Battle of Azeroth, то система Mythic Plus просто провалится сама по себе, потому что люди будут ходить в один и тот же инст. Люди будут ходить в один и тот же уровень ключа, при этом никак не сбрасывая и не подымая его. И люди будут проходить на максимально возможно легких модификаторах. Какие только возможны легкие модификаторы на тех, и будут закрывать эти инсты. Если так будет, то это будет очень грустно, и система Mythic Plus будет только как для фарма шмота, и ничего псевдо-киберспортивного получить из этого режима будет нельзя, увы. А система весьма хорошая на самом деле. Хочу услышать ваше мнение касательно этого. Ваши мысли, как вы вообще относитесь к системе Mythic Plus. Проводящихся по ней мероприятиям. И касательно вот этой системы выбора ключа, уровня ключа и модификаторов. Может быть я что-то упустил, какой-то модуль информации. А может быть вы что-то подчеркнули такое, что реально классное. А может вообще у вас доступ есть к ПТРу Alpha Battle for Azeroth. И я сейчас такую чушь просто сказал, что можно удаляться из жизни. Все возможно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Внимательно следим за новостями. Делаем только лучший контент. Изучаем его вместе. Берегите ноги, не болейте. До скорого. Игорь. 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 Игорь.